Ребята, всем привет! Я сейчас буду делать уроки по физике, а потом мы кое-куда выезжаем, пока вам не скажу куда, но оставайтесь со мной и обязательно все узнаете. А сейчас я буду готовиться контрольной по физике. Сколько приехали на лазерку? Сейчас нас должны пригласить. Можно увеличить губки. Мне так пухлые губки. Можно разгладить морщинки. До этого еще пока не дожили. Из кремов можно пантенол или крем, или аэрозоль. Он такой ухаживающий. Или бипантен-крем, не мать, потому что мать очень жирная. Это ближайшие 2-3 дня. Если будет какое-то покраснение. То есть покраснение, возможно, так как поликул прогревается, и кронососы у нас расширяются, поэтому покраснение, возможно, это нормальная реакция сохраняется до полу-трогни примерно. Продолжение следует... Мы уже дома. И как вы думаете, для чего нам столько мыла? Мы сейчас будем делать денежное мыло и снимать видео потом на Милашкин канал, на Мими-шоу. Так что, кому интересно, заходите, смотрите. В общем, купили мы вот такое вот мыло. Это самое дешевое, какое мы смогли найти. 10 рублей. Одно мыло. Сирень, кстати. Интересно, какого цвета это мыло? Сейчас посмотрим. Прям посмотрим. Белое или сиреневое? Белое. В общем, мы сейчас его будем нарезать, потом топить, заливать формочки. Конечно же, туда засовывать купюры. И будет красота. Мне кажется, прикольная идея. В общем, будем сейчас смотреть. Я не знаю, как это мыло будет плавиться и потом еще застывать. Но я надеюсь, что у нас все получится. Заливать мыло мы будем вот в такие вот формочки. Купюру мы обворачиваем в пищевую пленочку, чтобы она не испортилась. И потом заливаем мылом. В общем, я на самом деле уже снимала этот процесс и делала такое мыло в подарок на 18-летие. Кстати, многие, ну не многие, но там есть некоторые комментаторы, которые написали, что лучше на 18-летие подарить одежду. А такой подарок, 5000, это какая-то вообще ерунда на 18-летие. Это не подарок. Как вы считаете, 5000 на 18-летие это хороший подарок или нет? Я лично считаю, что это вообще суперский подарок на 18-летие. Так, ладно, все, погнали. У нас тут такое домашнее производство мыла, денежного мыла. В общем, если вы хотите делать денежное мыло... В общем, Лика здесь кашеварит. Вот это мыло, не берите, оно отвратное. Мы с Ликой сейчас. Оно вообще не топится. Вот, видите, вот получается вот такое вот. Ну а что делать, что делать? Мы накупили его. Посмотрите, что получилось. Мыло вообще убежало. Убежало. Убежало мыло. Ой, Лика замечталась. Так 30 коль всего лишь. Что мы тут варим с Ликой сейчас не представляете? А вонич это какая стоит. Да это жесть вообще. В общем, ребята, берите дорогое мыло. Ну не надо прям дорогое мыло. Но вот это мыло стоит 10 рублей в ленте. Вот уже просто нам этот запах надоел. Вообще, когда мы открыли упаковку, очень приятный, кстати, запах. Буду сейчас умываться, смывать макияж. У меня вот такая вот муцеллярная вода. И сегодня хочу еще протестировать черновый тоник, который я приобрела совсем недавно от фирмы Mixit. Сейчас покажу вам. Вот такой вот, смотрите, тоник. Это тоник с углем, антибактериальным и антисептическим комплексом. И, в общем, это тоник против черных точек. Хочу его недельку протестировать, и потом вообще напишу про всю косметику, которую я заказала в Mixit. Потому что я заказала не только тоник. Сейчас покажу еще кое-что. В общем, напишу потом отдельно пост в Инстаграме. Заказала еще вот такую вот масочку, жемчужную маску. Она со звездочками. И хочу ее тоже сегодня нанести на лицо. Посмотрите, какая красота. Это маска-пленка, то есть она высыхает, и потом пленочкой спокойно снимаешь с лица. В общем, сейчас буду тестировать, начинаю тестировать, и где-то через недельку, может быть, к концу этой недели, напишу обязательно все в Инстаграме. Еще заказала вот такой вот комплекс от Mixit тоже. Это, в общем, шампунь, бальзам-ополаскиватель, и еще маска для волос. Шампунем уже пользовалась. Мне, кстати, очень-очень понравилось. А еще мне очень нравится, что здесь просто нереальные запахи. Просто вообще бомбезные. А этот тоник, кстати, он еще черного цвета. Представляете? Решила поотвечать сразу на вопросы, которые могут у вас возникнуть. И я уверена, что вы будете спрашивать, хотя больно вообще делать эту процедуру или не больно. Лазерная эпиляция на самом деле практически проходит безболезненно. То есть ты чувствуешь просто тепло и такое небольшое покалывание маленькими иголочками. Но это на самом деле вообще безболезненно. Делали мне лазерную эпиляцию, наверное, минут 10, не больше. То есть достаточно быстро. Сказали, что таких процедур нужно будет делать от 8 до 12. Это будет уже зависеть от того, как поведут волосы в этой зоне себя. Если будет все хорошо, то, в принципе, хватит 8 процедур. Если будут появляться и появляются волосы, которые спят на данный момент, то есть у нас получается 20% наружу волос, а 80% они спящие волосы. И вот как вот эти вот 80% будут себя вести, от этого зависит, сколько процедур. Ну, я думаю, процедур 8-9 я сделаю, и этого будет достаточно. В общем, пишите в комментариях, что вас интересует по лазерной эпиляции. Обязательно поотвечаю, потому что такой достаточно интересный вопрос. Ну, а вообще мы сейчас, мама, будем смотреть мелодраму. Мы смотрим мелодраму, если я не ошибаюсь. Давай начнем все сначала или начнем все сначала. Как-то так называется. Очень интересная. Кто, может быть, не смотрел, обязательно посмотреть эту мелодраму. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Лазерную эпиляцию, кстати, я делала пока только на зоне подмышек. Может быть, потом буду еще делать голень.